Здесь до сих пор стоит запах гари, а жители села то и дело вспоминают трагическое утро января. Этот пожар унес три жизни. В огне тогда сгорели отец и два сына. Жена ушла в ночную смену. Порядочная семья, не пьющая, ничего. Отзываются люди положительно, хорошие люди. Семья переехала в поселок в 2016 из набережных Челнов. На маткапитал купили дом. Старшему сыну было 15, младшему 5. Семья очень положительная. Двое детей. Старший брат. Брата тоже хорошо знали, потому что всегда приходил в садик, забирал. Очень спокойный мальчик. Со всеми дружил. По факту гибели, Следственный комитет возбудил уголовное дело. К проверке подключилась и прокуратура. Инициирована проверка соблюдения федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере, а также по соблюдению прав несовершеннолетних граждан на жизнь и здоровье. Глава поселения говорит, Петровы обогревали дом электрической печкой. Газ не проведен. За несколько дней до пожара к семье приходил участковый, говорил о безопасности. Но в совхозе еще три дома, где до сих пор нет газа. Масляные радиаторы при пожаре нашли. Газом они, говорят, обращались, по их словам, в горгаз. Но почему-то им не сделали. Теперь все эти факты изучают следователи. Ведь важна каждая деталь. В памяти трагедия двухгодичной давности в пожаре в Лениногорске тогда сгорели пятеро детей и их мама. Дома не было газа. Семья обогревалась, как могла. И вот еще одна история по такому же сценарию. И хотя причиной установит следствие, уже понятно, что главам поселения следует быть внимательнее к таким проблемам. Елена Веселова, Анна Городнова, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Менделинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова